Беларусь С поборництвы проходили в формате 6 на 6. У кого больше перемог, то и лепшим. Первым из наших утлец изговорился Дмитрий Войтов. Миновитой он принес нам дебютную виктору. Поверженный украинец Максим Мазенко. После боя Войтов был занадто счастливый, как отдавать интервью. Короче, пацаны, после боя интервью плохо дают. Всем здоровья и удачи занимать рукоподобор. Другие баллы с карбонку господара упакал Алексей Кудин. Виталя Аперыто с Россией он ледь не покалечил. Тактически увидел, что у него слабая нога. Первый раз пробил. Видел, что ему больно. Человек показал боль. И поэтому я настрелся. Атака с руки. Отбить он просто ногу. Наступный бой надолго запомнится камерунцу Виалеу Вуапим. Роман Сильванович у жильцы спокойный хлопец. А Леоклецин он был вельми жорстким. Говорить бил не загрошил. Сказали, заплакят сколько? Не знаю. Как-то, ну, я не такой человек. Ну, не мелочный я. Ну, не определяюсь на деньгах. Основной метой организаторов было взробиться правдное ведовище. Коли гэтэй дзялчины заявлялися на рынку, зала взрывалась анимунж громко, чем пасля эффектного удара по голове. Чымси усёглотенагад была американская шоу. Вы знаете, некоторые моменты жутковаты, но и некоторые моменты действительно есть проработаны технически. Только у четвертым бои сборная Свету добилась первой перемоги. Постарался вось гэтэй бразильский хлопец по прозвищу Оруджио. 3-1 на корысть Белоруссии, однако головный бой был напередем. Вось он забит Самедов, человек, який зарабил себе имя УК-1 и зараз выросшил залезти в клетку. Свой дебют в боях без правилов в Маугли проводил суперцукраинца Юрия Гарбенки, якому в той момент нелега было позаиздросить. Минавито Маугли оформил перемогу Белоруссии над остатным Светом. Лик стал 4-1. Круто, когда там в Вегасе или где-нибудь в Токио, когда у тебя много поклонников. Здесь в раза 10 волнительные драться, чем где-нибудь на загранице. В Нековой липсу стретчи Белоруссия 5-1. Организаторы обещают уже прозвод провести в Минске еще больше на комитах бойцов. Аматоры боев без правил поддаются, что их не подмануть. Павел Капуцкий, Александр Шостакович, Первый канал.